Реки. Друзья, мы начинаем. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Каспер, с вами StarLadderTV, с вами The International 2. Групповой этап. Начало игры Moscow 5 против Absolute Legends. Я думаю, посмотрим мы сейчас составы. Команда M5 PGG, Silent, Vegas, Blood Angel и Admiration. Команда Absolute Legends свой состав включает, да чтоб тебя за ногу. Снупи, Блик, Шатан, Музыка, Иго, Дот. Да. Всё. Я готов. Я готов. И я надеюсь, все готовы. Мы поехали, что ли. Пики, баны, ALM5. Moscow 5 уже успели проиграть команде Counter Logic Gaming. И CLG имеют в своем активе уже одну победу. Впрочем, как и LGG. Впрочем, как и команда Invictus Gaming, которая только что обыграла Na'Vi со счетом 2-0. Это была заявочка весьма и весьма серьезная. Итак. Вилат говорит, что он очень везучий с играми по 60 минут. Я с вами. Погнали. Пишем по хэштегу SLTV. Нет, не SLTV. TI2.ru. Да. Хэштег TI2.ru. И если адресовано конкретно мне, то TI2, Каспер, пишите. Тоже не стесняйтесь. Весьма признателен. Потому что без вас мы просто уснем. Я не знаю. Так же, как и вы без нас, наверное. Мы постараемся вам не дать заскучать. А вы постарайтесь не дать заскучать нам. Погнали. Я там вижу, Даррор пикает виспа. Уже очень интересно. Мне очень интересно понаблюдать за Вовой ПГГ на лане. На лане, которая находится не в арене. В арене он уже на ланах. Много чего он выигрывал. А вот что будет происходить в Сиэтле, пока еще непонятно. Nature's Profit. First pick'em для Moscow 5. Я слышу, там уже то ли Вилат, то ли кто-то еще разрывается. Короче, такое. Ченлон Друид. Слушайте, мне одному кажется, или Медведь действительно какой-то мейнстрим, что ли. Короче, вообще ребята предпочитают пикать Медведя практически в каждой игре. И действительно практически в каждой игре мы его видим. Но это не говорит о том, что Медведь побеждает. Потому что я не видел сегодня побеждающих Медведей, кажется. Да, да, да. Так, кто-то говорит, что цвет в игре не очень. Но не знаю, что у вас там с цветом. Но яркость я, кстати, включил сейчас дефолтную. Поэтому если у вас там что-то с цветом, то вы извините меня. Я просто использую офигенную уберблатную плату захвата видео. Поэтому вообще проблем быть не должно. И полоска снизу, это все так задумано. Полоска снизу, это по страте. Кунка против Даррер. Чувствую, будет корабль в Артстайл. Да, очень может быть. Рики в МТВ затащил. Да, не только Рики будет тащить. Смотрите, тут какое интересное вообще у нас событие-то развивается. Тинкер у команды Moscow 5 и Лешрак также имеется. Тинкер, скорее всего, будет стоять в миде. Но могут взять Лешраку какого-нибудь Shadow Demon. Почему бы и нет. И спокойно, приспокойно поставить этих двух пацанов в мид против Шторм Спирита. И просто дать ему люлей по полной программе. Ну, посмотрим, как все будет. Может быть вообще Шторм Спирита отправить фармить. Лондорит отправится в сложную. Мой бог, у меня просто сейчас будет взрыв мозга. Так. Да, там все пока расстроены тем, что Na'Vi проиграли. Но, опять же, это соперник был далеко не самый слабый. Не стоит забывать, что Invictus Gaming является одним из лидеров вообще на китайской Dota-сцене. И говорит, что, мол, Na'Vi проиграли каким-то лобкам мы не можем. Из-за того, что там далеко не лобки сидят. А действительно серьезные ребята, которые серьезно готовились к этому турниру. И эту подготовку мы сейчас наглядно с вами увидели. Вот в чем дело. Так. Отличное начало для Darar. Да-да-да-да-да-да. Для Darar было бы отличное начало. Где 1080p? Без понятия, я не знаю. Потерялось где-то. Что-то еще. Короче, не ясно. Ну ладно. Там понятно только то, что Darararararочки уже начали играть. Это меня исключительно радует. Причем Darararov Darararочков мы с вами, друзья, посмотрим. После этой игры на этом стриме они будут сражаться против китайцев Тонг-фу. Многие считают, что это самая слабая из китайских команд. Мы с вами станем свидетелями того, действительно ли это так. Действительно ли Тонг-фу настолько фигово играют, как о них говорят критики-знатоки. Короче, все будет видно. Ладно. 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 Минус баланар АЛы. Минус баланар. Не хотят давать вигасу баланарчика. Вот какие хитрые. Ладно, ладно. Может он уже просто был в пике? Сегодня у М5 я не видел. Я был немножко занят. Я думаю, вы все это прекрасно знаете. У меня нет времени вообще посмотреть ни одну из трансляций. Короче, тут вообще загрузка плотнейшая. Последняя стадия пиков. М5 АЛ. Брюмастер. Оу. Вот это уже интересно. Это ПГГ, я так понимаю, будет на Брюмастере. Ну что ж, посмотрим. Тинкер, скорее всего, будет Адмирейшн. Лишрак, Нейчерс Профит. Ну там, я думаю, они как-то разберутся. Вигас, возможно, будет играть на Лишраке. А Сайленту еще не взяли героя, я так понимаю. Блад Энджел, скорее всего, будет играть на Нейчерс Профите. Да уж, да уж. Так что у нас тут. Да, говорят, было М5 во второй игре, было Наро. Ну тогда понятно. Тогда понятно, что... Почему вообще все это дело происходит? Так, что-то произошло не так. Нет, вот сейчас все нормально. Кто-то говорит, что у меня микрофон трещит. Не знаю, не знаю, он не может трещать. Тут усиления даже на нем нету. Трещать он может только, если где-то перебит кабель, и он трется металлический какой-то, я не знаю, предмет. Что, в принципе, исключено. Ладно. Адмир на Тинкере. Че, будет весело. Да, да. И Энигма. О, вот это уже интересно. Кто же будет играть на Энигме? Кто будет тянуть команду вниз? Кто будет кастовать Блэкхолл в крипов? Это... Барабанная дробь. Не знаю, будет ли Володька играть, но очень может быть. Все, поехали, друзья. Какое напряжение. Какой экшен. О, мой бог. Что же будет, я не знаю, Снупи, да, Финшуина, опять четвертая ЦМка и Сэнд Кинг. Много достаточно АОЕ. У Аэлов хорошие дизейблы. Вот раз, два, три, пацана. И чем, в зависимости от того, какого криповка поймает. Короче, забейте, друзья. Команда Absolute Legends. Музыка, Шторм Спирит, Блик, Лоун Друид. Снупи играет на Crystal Maiden. Шатан, Сэнд Кинг и Го Дот на Чене. Ходкей из Ронг. Crystal Maiden отключился от игры. Ну да, да, да. Сейчас ПГГ начнет... Начнет машнить, что вы все... Угу, угу, должно говорить громче. Да, говорят он, пауз, гоу, гоу. А вот в этом плане International мне очень-очень нравится. Как я понял, что если проблема не касается того, что у меня код провод перегрыз или у меня компьютер вырубился, то ваши проблемы, абсолютно ваши проблемы, какие у вас там настройки неизмененные. У вас было время там 10-15 минут подготовиться. Вообще я только плюс один. Вигас действительно играет на Лешраке. Сайлент играет на Энигме. ПГГ на Брюмастере. ПГГ решил отдать честь, кидать блокхоллы в крипов своему тиммейту. И во всем будет виноват Сайлент, как иммейт обычно подмечает. Что бы где ни произошло, всегда во всем виноват именно Айрат. Так что я смотрю пока что здесь происходит. Никаких странич-шмоток нету, ничего интересного, короче. Стоит уже здесь пенек халдит. Линии расставлены следующим образом. Адмирейшн на Тинкере в миде против музыки на Шторм Спирите. Вигас уходит пока в легкую линию. Я так понимаю, он будет просто суппортить ПГГ и Лесной и Сайлент, естественно. Не обращайте внимания, что у меня Энигма будет ходить, там, я не знаю, она может между всех деревьев пройти, поверх них точнее. Какой-то кофейня какая-то с видеокартой, короче, забейте. Влад Энджел уходит у нас в сложную и стоять он будет против Медведя. Все вроде бы достаточно просто, легко. М5 планирует фастпуш, план Капкан, ну не знаю по поводу фастпуша. Вообще, идея как бы неплохая, потому что Фурион просто зарабатывает себе там вторых тринтов. Пролетает вниз, Тинкеры со вторыми хотя бы по кусаками. Выходит Энигма из лесу с Эйдалонами. У Энигмы, видите вы, 6 Clarity Potion. Имба-строта от команды Moscow 5 Presented. И Вигас с Сентрями на случай, я так понимаю, антипул вардов. Причем главный прикол в том, что они, скорее всего, сделают один отвод сюда, а потом с двойной волной крипов. И вот с Вигасом, у которого будет Диаболик, там, без разницы на самом деле. Первый, второй, третий, десятый. В общем, такое будет. О, все, крипы пошли драться. Хорошо. В общем, ПГГ ходит, танкует пока что крипов. Танкуем, сегодня мы с тобой танкуем. Потерял он там 200 хп, это не критично, учитывая то, что его никто убивать вроде не собирается. Самое интересное, веселое у нас, конечно же, будет происходить в миде. Потому что что одна команда, что другая. Просто, ну, европейский стиль игры. Вот, вот что я хотел сказать. Не знаю, я не смог подобрать лучших слов. Я думаю, вы меня поняли. Вот, Блад Эйнджел, Блад Эйнджел против Блика. Снупи. Понятно, все тут со Снупи. Где-то еще Медвед должен бегать, по идее. А вот он, Медвед. Медведа даже, кстати, нету блинка, поэтому сам Мишка просто в соло фармит. И, я так понимаю, отдал контроль тому же Шатану или вообще всей своей команде. Они его там обузят, как бегающий вард. Да, Музыка сейчас потратил фласку. И через 15 секунд появится первая руна, за которую драки, по идее, наверное, не будет. Потому что у Адмирейшна точно нету пока еще Ботла. У Шторм Спирита уже сейчас будет Ботла. Вот сейчас его должен, по идее, купить. Ах, если промахнулся, вообще Адмирейшн бы проперся дико. Да, вот Ботл покупает себе Шторм Спирит. И музыка получает по щам, плотненько так весьма. И руна на топе забирает ее Адмирейшн. Причем варда нету. Вард стоит вот внизу. Внизу, видела, ничего не появилось. Я думал, что вообще варда на руне нету. М5 бы так просто Адмира не отправили бы в мид. В общем, ПГГ. 670 голды. И понятно, что будет делать Брюмастер. Там Даггер, Аганим и так далее. Это все дефолтные вообще расклады. А вот как будут развиваться события. Я вообще сказал, первую, так сказать, фазу игры. Рассказал, что прилетает Фреон вниз. Пушится линия. Все довольны. И просто живут, поживают и добра они наживают дальше. Но как все будет развиваться на самом деле, я думаю, известно только самой команде Москов Пайп. Потому что они сами себе хозяева. Да крип просто мудила не дал ПГГ зафармить мапка. Ужас. Да, кто-то говорит, что изначально сложилось мнение, будто парни из СНГ и Европы приехали в Сиэтл как туристы. И надеется, что мнение их изменится по окончании этого турнира. Я тоже искренне на это надеюсь. Посмотрите, сейчас Снупи идет блочить или не блочить Фреона. А колба там есть? Да, есть фолба. Все по таймингу, все вязается. Но Бладенжел все равно улетит. Четко вообще заблочил только что трентами Фреон. Потому что Годот мог бы подойти и дать тест-оффейс на 200 дэмэджа. И фура бы отъехал на ФБ. Но не тут-то было. Очень грамотный мув со стороны фуры. Может быть я недостаточно кричу там. Мол, ааа, какой офигенный момент! О мой бог! И начинает писать кипятком. Но действительно было все сделано на высшем уровне. Уровень, уровень, уровень. Сколько можно повторять это слово. В общем, появляется вторая руна уже. И она появляется внизу. Это руна Инвиза. Вот она, собственно говоря. И заберет ее, скорее всего, Шторм Спирит. Даже не скорее всего, а именно Шторм. Он тут пока тусоваться будет. Нет, Инвиз забирает Вигос! Вигос с Инвизом. Я думаю, вы все поняли, о чем я. Заходит уже ПГГ. Ну вот, вот, пошли парни. Тележка и вот этот план Капкан. С тринтами прилетел Фурион. Да-да-да-да-да-да. Все вот по старинке. Начинают убивать. А в это время делают Ферст Блад Миди. Все-таки Вигас. Не зря я сюда пришел. Через Диаболики. Отлично все делают. М5. И просто вот сейчас вы увидите, сколько они поднимают Бобосов. Просто пиу! Полторы тысячи. Вот был ноль. И вот полторы тысячи. Вот ноль. Вот полторы тысячи. Ну, вы поняли, да? Что происходит? И еще и минус тир 2 тауэр будет. Да ладно! Шатан, ты же тут ничего не сделаешь. У тебя левел 3. ПГГ еще и с арканбудцами. Но тут ребята явно решительно настроены. Давайте на тир 3. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Давайте, поехали тир 3 и все. Сынкин такой стоит, думает, ребят, ребят. Не-не-не-не-не-не. Вы чего? Вы вообще зачем это делаете? Аглифа-то фортификации нет. У Вигаса второй Диаболик. И Тауэруля сгорает. Ой, мама ж не горюй. Заходит сзади Годот. С Урсой и Сатиром. Хорошо. Сынкин копает Вигаса. Сразу же нужно кастовать Клэпчик. Я думаю. Да, ПГГ хороший Клэп. У Сайлента могут быть проблемы, но нужно убивать Шатана. Хороший стан еще от Вигаса. Зацепляет Годота. Годота можно убивать. Нужно убивать сейчас Чена. Есть хороший минус Чен. Но застреет совсем чуть-чуть. Блад Дэнджел улетает. Блад Дэнджел. Красавчик. Блика, Блика. Еще две плюшки. Нет, Блик залечивается. И промахивается станом Вигас. Нет, это не Вигас промахнулся станом. Это он не дал Сэмке просто пройти в ту сторону. Улетает, убегает. ПГГ. Но догоняет его Штормспирит. У Вигаса нет ни телепорта, ничего. Он мансует просто как Вигас. Ну, его, конечно же, здесь тоже убьют. Нет, ему просто надо пойти ступиться в магазин. У него 1750 голды. И вот он... 1750, 1637. Он дешевле, чем за телепорт. Слетал домой, слушайте. Он реально дешевле, чем за телепорт. Да что? Что это такое? Это Вигас, друзья. Это был Вигас. Бросирок, вант, тапок. Вот все. Все, можно теперь идти убивать. Адмирейшн. Да, я сейчас, кстати, буду вынужден отлучиться на один уномоменто. Как говорится. Правда, правда, вот слишком надо. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Я о своем охрипшем голосе. Все, все. Теперь я снова готов комментировать. Стрэпсилс меня никогда не подводил. Надо, я не знаю, заключить контракт со Стрэпсилсом и рекламировать его постоянно. Так, МТВ. 1-1 сыграли против Тонгфу. Вот это неплохо. Сейчас все такие, ну да, Тонгфу жгалимы. А против Дарреров сейчас Тонгфу как зажгут. И беда. Хотя нет, нет, не хочу я против Дарреров, чтобы они зажгли. Нужно, чтобы наши ребята собрались по максимуму. Кстати, Сайлент просто сейчас наглую заходит. И Блэкхолит по троим. Да ладно! Нужно, Вигас! Просто минус 3 нужно делать! Снопи, куда ты пошел? Назад! Ловить, ловить шатана! Но там Сентрии вроде нету. Да, он просто залег, окопался и все. А тут Вигас! Ха-ха! Разводит, разводит. Красавчик. Чен, кстати, вот был бы Чен чужой. Это не Чен, а Кентавра чужой. Можно было вообще грамотную какую-то тему замутить. Но все равно получилось все очень классно. Лешраку достается Тауэр. Конечно, это же Вигас. И... Блэдам! 4000 М5. Главное, чтобы они не профукали все это преимущество. ПГГ продолжает пушить низ. ПГГ допушил вышку уже до 477 хп. Блик просто стоит со своими травелами и фейзами у Медведя. И просто не знает, куда вообще им одеваться. Врывается Шторм Спирит на Вигаса! Энигма! Хорошо, но все равно Вигас умирает здесь. И Энигма сейчас здесь должна умирать. Хотя делает ТП Сайлент. Нет, слишком много урона. Шторм Спирит. Дабл. Килл. 5-5. Общий счет. Но по Таурам хорошо достаточно лидирует. И самый главный плюс. Вот смотрите, два фрага вроде бы и отдали. Но забирают Тауэр в Ниде. Не знаю, правда, заберут они его или все-таки может музыка. Задоняет. Но суть от этого не меняется. Мы видим, что все вот именно так, как заказывали у Регена от Адмирэйшна. Улететь же ему нечем. И ракеток нету, ничего нету. Адмир зажался. И Реарм. Но, короче, да. Беда. Он сам себя загнал в ловушку. Не знаю, не очень хорошо получилось. Возможно, ждал, чтобы ПГГ и Вигас подбежали. Они, кстати, вот ПГГ не в смаке, а Вигас в смаке. Могли тоже забайтиться. Так как тут стоит вард. И ПГГ было видно. Кстати, можно пойти попытаться убить Блика сейчас. Если Блик начнет быковать. А тут такое, что может. Ведь ПГГ, опять же, один. Вигас заходит сзади. Пошли диаболики. Блика хорошо прессует. Клэпчик. Но от таких уже не уйдут. Тут Вигас таких, конечно же, не отпускает. Хороший стан. И это минус. 6-6. А Блад Энджел сейчас сделает то, что не получилось у Тинкера изначально. И забреет вышечку в центре. Хотя нет, не забреет он вышечку в центре. Его сейчас само забреет. А нет, тут Адмирейшн. Адмирейшн наделал немножко другие планы. Главное сейчас Блад Энджелу просто бежать. И все было бы хорошо. Тут ракетка. Лазер. Беги. Беги, Адмир. Адмир вообще беги дальше, чем видишь. Вот музыка вроде идет дальше. Ой, какой хороший ульт от Фуриона. Просто красавчик. Промахивается немножко стадом Вигаса. Но Диаболик убивает ЦМку. И есть еще минус. Сэнкинг просто размин. 1 в 3. Усполнение М5. Хорош. Ну как, 1 в 3. Там еще Фуриона убили. Ну, Фурион четко вообще сделал... Не знаю. То ли байбэк. Да, да. Фурион сделал байбэк и заюзал ульт. Все у него грамотно было. 9-8. Хорошо. Преодолели они это свое проклятие в 5 фрагов. Как там я читал в Твиттере и пишу, что, мол, беда у них была с этой цифрой 5. И идут пушить тир-3 на ботом лейне. Ух, стрэпселс ядерный. Сэнкинг. Капнул. ПГГ. Рассыпался. Ну, конечно. Все. Капнул. Просто можно убежать и забить вообще на этих ребят. Да, ПГГ так и делает. Убегает земляной пандой. И все хорошо. У М5 посмотрим опять денежку. Фарм вы видите, да? Как все дело обстоит по крипам. А вот общая ситуация следующая. 7500. У команды М5 преимущественно больше, чем 7500. Сейчас Адмир забирает еще инвиз. Можно было бы пойти даже цепануть кого-то, наверное. Ну, нужен плюс один хотя бы. А, да зачем кого-то цеплять? Тут сейчас еще один делается. 56, 57, 58, 59. Ага. Не получилось у Адмира сделать еще один. Ладно, суть не в этом. В том, что сейчас просто залетит очередная порция экспы. Обожаю вообще смотреть за тем, как идет экспа. Он просто сейчас 11-й получит. А, ну, дракон, накажи Вигаса. Ой, Вигаса. Нет, дракон не накажет Вигаса. Вигаса накажет музыка. А музыка тут просто... Как там в озвучке было. Хо-хоу, а мы здесь. И все такое. Да, там был корабль Вардстайла. Нормально. 8,5к на 12-й минуте. Нельзя отдавать такие игры. Да, конечно, нельзя отдавать такие игры. Тут по айтемам должен быть перевес. Очень-очень большой. Вот сейчас Тинкер собирает себе форстап. Форстап это, конечно, круто. И давайте посмотрим вообще общее состояние айтемов. Будут барабаны еще у Вигаса. Это тоже очень хорошо. Сайлент скоро будет с Миказмой. До этого осталось тоже, вроде, совсем чуть-чуть. Да, вот у него есть Баклер. Ну, короче, 200 голды тут осталось всего лишь. Лондруид получает денежку за голову Нейчерс Профит. В общем, загулял на нижней линии только что. И Адмирейшн забирает еще на топе. Скорее всего. Да-да-да-да-да. Форстап к нему не успевает прилететь. Да, а Энигма тем временем убивает Чена. Слушайте, тут вообще все очень интересно. Потому что сейчас Энигма будет зарезать дальше Снупи. Минус. Прилетает Адмир. Сразу же, моментально просто прилетает Адмир. Нужно убивать вот этих ребят. Нет, этих ребят не хотят они убивать. Я что-то вообще потерялся на секунду. Где эти фраги? Кто эти люди вообще? Уволить всех? Или меня уволить? Не знаю. Минус Тир-2. Минус Тир-2 это хорошо. Причем, главный плюс этого всего. То, что М5, они убили все Тир-2 Тавара. И сейчас они чувствуют себя намного фривольнее. Шатан уехал скорым поездом домой. Отлично. Тингер продолжает пушить. Ракетки. Не хватает сейчас одного пацана на нижней линии для того, чтобы вот это все привести в действие. В плане сплит-пуша. Так как там того руля, вы помните, да? У нее осталось 445 хп. Это можно было попытаться использовать. Да, вот пишут, что Ехом в комплекте 1626. 36 минут аколы пытаются зайти на ХГ. Пытаются зайти хорошо. Не зайдут плохо. В общем, застанили только что Савуха. Савух пристал кастовать свою Торнадо. Вообще, которая неистово надоедает. Заходит Медведь. А Медведь такой заходит с фейзами и ворбовменом. Прилетает музыка. Ловит Сайлента. Стан, уворачивается. Сайлент, кстати, жирный. Сейчас просто на развороте можно пытаться кастануть бэкхол. Но там Шэнт Кинг хорошо затрусил. Сайлент просто не мог этого пережить. Слишком много у него всего влетело. Но зато Блика может забирать. Да, Вигас, гори. Гори, гори, дружок. Нет, Вигас умирает. Шатана. Шатана нужно ушатывать. ПГГ его режет из последних сил. ПГГ остается здесь в соло. И ПГГ собирается. Нужно делать даггер отсюда. Шатан копает. Шатана криппы могут убить. 14 хп минус ПГГ. Шатан выжил. О, как. Так. И Тинкер сейчас корни. Нет, не корни. Не корни. Хорош. Лах. Годдот. Там тоже что ли Мекку собрался собирать? Да, только у него все немножко попечальнее обстоит. Где там Тинкер? Тинкер, кстати, выфармливает практически все. И низ, и вверх. Команда М5 остается немножко без денег, скажем так. Что айтемов тут не особо сильно прибавляется. Есть, конечно, у Адмира. Форст Став. Только им нужно его привезти. Да, кстати, вышка тут тоже просела очень сильно. 400 хп тут, 450 тут. Тут, конечно, фуовое. Но это ненадолго, я думаю. Главное, М5 сейчас выкупили тему, что нельзя давать Медведю раскачаться. Медведя 2000, и ничего в Медведе, насколько я понимаю. Да, 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 блин, пока у Мишки ничего нету, нужно продолжать давить. Потому что Медведь нужен своей команде для того, чтобы помогать дефить. Но дефит он хреново, скажем так. И поэтому от него нету толку. Он и не фармит, и команде помочь не может. Вот сейчас Адмир подпушивает еще и Мид. Нужно потихонечку пробивать вышку. Да, вот 388 хп. И долончиками, вот всеми, всеми, всеми потихонечку нужно давить. Просто ПГГ споил Медведя. Что ж ты будешь делать? С Медведя аж течет теперь. Медведь просто помокрел от вида ПГГ. Полетели очередные ракеты. А вышку-то бьют, вышку-то бьют. По 6, по 5 хп. Глиф даже потратили АЭЛы. Да, жесть. Влетает. Музыка. Хороший подкоп от Сенкинга. Там форстап. Ну, нужно уходить. И просто отлично все делают. М5 отступают. Пережили всю эту айхинею с прокастами Блика. Отправляют домой. Блик ушел. Ну, нужно давить. 5 секунд до Диаболика. Медведя нужно. Убьют или не убьют Медведя? Не знаю. Думаю, должны убить. Да, блочат, блочат этого Мишку. Сенкинг будет ли его сейвить? Сенкинг. Сенкинг. Нет, не сейвит. Убивает Медведя. Убивают просто СМ-очка мертвая. Ничем не поможет. Давай, давай. Шатанчика можно месить. В Годота залетает камушек. Хорошо. Минус Годот. Шторм Спирит прилетел. Я не знаю, зачем он вообще сюда прилетел. Потому что он просто, ну, смертник, мягко говоря. Маны у него нету. Слушайте, это минус линия для команды Absolute Legends. А учитывая то, что как они сейчас действуют, это, скорее всего, Good Game. Неужели эта игра будет пока что, наверное, самой быстрой игрой в... На The International League 2. Вот так вот. Вот так вот, друзья, товарищи. Снопи. Минус, Снопи. Давай. До свидания. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Кричит Адмирейшн. Я просто уже охрип. Я же говорю, я и так болею. Но, ладно, короче, хватит об этом. Я также говорил, если у меня пропадет голос, запомните меня молодым. Так, теперь пошли мидвышку грызть. Хорошо. Мидвышку это очень хорошо. Тем более, что Глифа, опять же, Глифа нет. И Адмиру никто не может мешать вообще что-либо делать. Он просто запускает марш в Замашинце один за другим. Подойти никто не может. У Медведя Родианца нет. А демеджа нет вообще никакого, который может вот тут где-то бегать, носиться. А у Еврыва, кроме вот Сенкинга, да, у Сенкинга, чё, у Сенкинга даже нету даггера. Он вообще ничего не может сделать. Ни блоковаться. И вот то по троим, это ГГ. Хорош. Завози. 1-0, М5 ведут против Absolute Legends. Вот он, ПГГ на лане. Отличненько. Тутс, тутс, тутс. Так, 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 так. Да, там уже все поливали, но я дождусь, пока трон упадёт. Тут, конечно же, там, Сенка, Сенка хочет затащить игру, судя по всему. Дайерс Ботом Беррикс из-за атак. Радиант Виктория. 20 минут 36 секунд. 20 минут 36 секунд. Наверное, это самая быстрая игра за Интернешнл, я не уверен, но очень может быть. Запись я сейчас, конечно же, конечно же, при, конечно же, остановлю. Продолжение следует.